Всем привет! Сегодня будет такой распакуйчик, точнее я уже все распаковала, но вы попросили посмотреть, точнее показать поближе ярд, который пришел со Spoon Flowers с моими паттернами и сейчас будем показывать. Здесь всегда у нас есть вся необходимая информация. Ой-ой-ой, кошка, пожалуйста, не сшибай камеру. Тут написано, что это вот хлопок. Я на самом деле грешна в тканях, плохо разбираюсь. И когда заказываю тестовую печать, по умолчанию, которая там стоит, самая вроде дешевая, хотя вроде есть и подешевле, я даже в этот раз пропустила пункт выбора ткани. И давайте пройдемся. Тут 42 принта. Сейчас мы аккуратненько все раскроем. Мне, кстати, прям в почтовый ящик кинули это все дело. И давайте начнем поподробнее. Вот прекрасный мой, один из любимых паттернов с грушами. Они какие-то вообще получились нереальные. И на ткани тоже очень хорошо все цвета, выигрышно так эффектно смотрятся. Сама ткань, то есть мы всегда учитываем ткань, всегда делаем тестовую печать. Вообще, ну то есть если нам что-то нужно с нашими паттернами, там обои, ткань, какие-то еще предметы, всегда делаем тестовую печать, потому что краски везде разные. Ткань опять же тоже у нас, видите, она немного такого молочного цвета. Может быть на камере не особо это заметно, но так есть. И поэтому цвета могут всегда отличаться. Вот здесь у меня, конечно, вот реально все удачно. Я прям смотрю и очень-очень мне нравится. Я делаю чуть разные масштабы. Здесь вот покрупнее, здесь чуть поменьше, чтобы тоже смотреть, насколько это круто смотрится. Про масштаб. Я всегда, это рисованные гуашью фрукты, был у меня такой сет. И я всегда сканирую минимум там 600 точек на дюйм разрешение и создаю паттерн 5000 на 5000 пикселей, 500 точек на дюйм. Я делаю картинку, чтобы вот качество не терялось, чтобы можно было растянуть побольше. И в принципе всегда, ну у меня ни разу не было таких моментов, когда нужно было прям больше. Вот. И то, как бы если нужно прям больше, всегда можно картинку тоже как-то потом подчистить, похимичить с ней и все будет в порядке. Дальше у меня идет такой черно-белый паттерн с розочками. Я делала на нескольких фонов. На розовом, вот на сером, на голубом, по-моему, тоже у меня было. Или на желтом. Ну вот я решила для спуна такие какие-то понежнее. Там все-таки я прям выбираю самое-самое, что мне нравится. Их часто, кстати, у меня на шаттерстоке берут и, ну, смотрится, правда, классно. Вот на розовом особенно такой пыльно-розовый модный. Вот. Этот паттерн у меня лидер Адоба. Я его рисовала как раз, когда проводила в марафоне урок по созданию паттерна ручками. То есть это акварельная вся тема. Так, кошка у меня тут ест мой ярд. Вот. И он тоже очень классно смотрится. Здесь вот видна прям акварельчика. Все так здорово. Ну и вообще, правда, очень-очень хорошо. Этот паттерн надо делать для ткани поконтрастнее. Может быть, я, кстати, и займусь этим, поменяю. Хотя, опять же, ткани тоже, знаете, разные нужны. И когда рисунок смотрится более монотонно, то есть если он там идет где-то там в складках или на текстиле, ну вот, там шторы, еще смотрится все супер. То есть можно просто второй вариант сделать поконтрастнее. Так, это тоже очень красивые мои акварельные цветочки. Очень мне нравится по цвету, как смотрится. Короче, все супер. Идем дальше. Бананы. Бананы классные. Просто на белом фоне. Лимоны. Лимоны тоже какие-то получились просто бомбические. Очень-очень клевые. И вот я прям довольна. Это вишенки. Очень какой-то попсовый паттерн получился. Но я решила его добавить. И мне нужен был последний паттерн. И я решила их зафигачить. И они классно смотрятся. Тут еще у меня вторым слоем они идут. Опять же, не так контрастно при печати вышло. Но тоже вот как бы глубина чувствуется, создается. И вообще, конечно, цвета клевые получились. Вот тоже, как вы видите, у меня всегда черно-белые в нескольких вариантах по фону. Пыльно-розовый, пыльно-голубой, серенький. Очень классно. И как вы видите, тоже вот в разных масштабах. Я смотрю, как он выглядит. И добавляю. Вот я здесь оставлю. Мне вот это вот очень нравится. Когда меня спрашивали про обои, обои, вот все то же самое, только будет на обоях. Можно увеличить масштаб, и он тоже будет нормально смотреться, потому что разрешение у меня классное. Здесь у нас оливковая веточка. Вообще, это были сливы, но оливковые ветви более востребованы в поиске. Поэтому я подписываю их как оливки. Очень-очень клево смотрится. Такой тоже глубокий рисунок винтажненький. И вот тоже на обоях на чем-то смотреться вот очень хорошо будет. У меня еще второй там есть вариант. Перчики. Очень аппетитно, сочно и хорошо. Эти же листочки, которые были черно-белые, но не черно-белые, на таком бежевом фоне. Смотрится тоже классно. Ой, обожаю этот сет овощной, веганский, как я его называю. Тут у нас и руккола, и цветная капуста, шпинат. Тоже есть еще в других вариантах. Вот еще один из тоже моих любимых за последний год паттерн. Это я рисовала такой букет цветов на iPad. Между прочим, как карандашный рисунок выглядит очень... Вот я реально карандашом точно так же рисовала, потом сканировала, так парилась. А на iPad сделал... Вот мы, кстати, с Аленой обсуждали, она тоже мне показала свой ярд. И говорит, блин, некоторые паттерны, просто на iPad ты быстро элементы нарисовал, контурный какой-то рисуночек, но они так эффектно, классно выглядят. И здесь, конечно, реально в дизайне тканей вообще не показатель, сколько вы времени потратили, и насколько замороченный рисунок у вас, насколько он сложный. Потому что иногда из очень простых элементов, с классными цветовыми решениями, получается такой дизайн, что вообще, мам, не горюй. Вот. И здесь мне еще тоже нравится, что фон я тоже меняла. Но его здесь немного, и поэтому он смотрится так ненавязчиво, но все равно другое настроение создает, что очень-очень клево. Вот еще моя веточка. Вот здесь она на белом фоне, по контрастнее выглядит, и, ну, конечно, классно. Я прям смотрю, я очень довольна, мне прям очень нравится. Прям вот, что в прошлый раз я заказывала, когда печать, мне захотелось себе что-то купить. Теперь и в этом. Так, еще вот у меня тут графика. Цветы очень тоже. Все прекрасно. Вот, можно даже поменьше сделать масштаб. Очень, кстати, жалко, что на спуне покупатель не может сам выбрать масштаб. Вот. Это у меня, смотрите, здесь прям он переходит, паттерн. Потому что я его сложила вместе рядом, и они одинакового масштаба, и вот пошло. Это я, кстати, вином рисовала, тоже разные цвета тут, цветовые решения искала. И вот тоже, тоже самое, только масштаб поменьше чуть-чуть. И вот тот же самый еще с разным цветом. Смотрите, просто совершенно разные получаются паттерны. Этот такой поконтрастней, вот, и поменьше. Этот покрупнее уже. Здесь, конечно, классные такие переходы прям. И вот еще такой тоже. Вот, тоже совершенно другой. У меня тут раз, два, три, четыре, пять. Пять видов их получается. И вообще все супер. О, овощи мои, овощи вообще просто кайф. Тоже вот кухонная какая-то такая тема итальянская, очень мне нравится. Этот вот паттерн тоже, я его безумно люблю. На ткани немножко потемнее вышло. То есть, если бы я делал тестовую печать, и потом я бы все равно контрастности подбавила, чтобы на ткани вот по-другому немного выглядел. Но, опять же, как я и говорила, тоже классно смотрится. Плюс камера, конечно, немножко контраста прибавляет. Второй мой сет уже тут с сельдереем, с цветной капустой, которая и была. Брокколи. Все тут тоже очень вкусненько. Этот, этот я налажала. У меня этот кусок, очень крупный масштаб. Вот, кстати, смотреть по поводу качества. Посмотрите, все вот мазки, все шикарно видно. То есть, вот это вот можно увеличить до такого размера, и все супер. Потому что я всегда сканирую хорошо. Но мне не понравилось, как выглядит бумага. Потому что у нее качество плохое. Мне надо вообще новую бумажку найти. Вот, блокноты какие-то поискать в магазинах, где вот какая-то там с ворсом еще. Потому что вот бумага как раз выглядит не очень. И этот паттерн я уже уменьшила масштаб. И буду продавать его, в общем, по-другому. Вот. Ну и обидно, блин, такой кусок торчащий. Вот это вот тоже мне очень нравится. Здесь я делала заливку. Вот контур, если сравнить. Здесь вот черненький. Здесь вот такой коричневый. И прям винтажно-винтажно. Тоже намного легче сразу смотрится узор. Очень я довольна. Ну и здесь то же самое. Только масштаб побольше. И черно-белое такое прям все. Эти розы тоже неплохо смотрятся. Цвет как-то вот я бы для себя, наверное, не выбрала. Вот немножко поменяла бы цвет именно роз. Но в целом классно. То есть все нормально. Я всегда просто смотрю еще под свои какие-то вкусы. Вот. Но так паттерн классный. И все это, все будет зашибись. Тоже овощи продолжаем на другом фоне. И тоже супер просто выглядят. Мне очень нравится. Вот эти, опять же, переходы. Это я рисовала вином. У меня тут три варианта. Как вы видите, переходы, конечно, классные. Просто я вот смотрю и любуюсь. Очень клево смотрится инверсия черно-белая. Тоже прям такая рентгеновская какая-то тема. Оно прям суперская. Вот. Ну и здесь вот на текстурной тоже бумажечке. Все очень-очень приятненько, хорошо. Не придраться. Вот еще вот эти два тоже. Как вы видите, это одинаковый паттерн, только разный фон и разный масштаб. И все очень-очень красивенько, приятненько. Ну и еще вот эти маки, просто черно-белые, я добавила. Когда я заливала там фон, короче, надо было края еще обрабатывать. Я там лажанула, конечно, и решила, что не буду сейчас заморачиваться, потому что надо было успеть на бесплатную доставку. И я только вот на белом фоне, потому что на белом фоне контур все нормально было. Все выглядело хорошо. Такая вот история. Такой вот у меня чудесный ярд. Спасибо, что посмотрели. Вообще очень люблю, когда просите у меня что-то снять. Я прям вообще сразу вдохновляюсь и сразу прям записываю. Единственное, видео будет попозже, потому что у меня там уже небольшая очередь, как я и люблю из видосов, чтобы я жила спокойно, зная, что у меня есть что выложить на ютубчик. Кто тоже получил свои ярды, делитесь вашими впечатлениями, как вам. Я вот очень-очень довольна. Все, всем спасибо большое и жду вас в комментариях. Лайкосик, если вы тоже получили свой ярд и очень-очень довольны. И чтобы вы напечатали вообще, вот точнее, чтобы сшили из тканей, которые вы получили. Вот. Все, пока.